Ангарская птицефабрика Наши остатки, но несмотря на это, посмотри, ноябрь, они еще лежат. Ну это вообще, я хочу сказать, какая-то уникальная сейчас у нас такая ситуация сложилась с природой, потому что вроде ждали-ждали весну, она немножко задержалась, но и осень, в общем-то, не хочет уходить и сдавать свои позиции, поэтому несмотря на то, что действительно уже ноябрь на календаре, а тем не менее, посмотрите, ну какая красота. Ну вообще, Елена Сергеевна, помидоры у нас сегодня на столе, это что значит? А это значит, что тема нашей сегодняшней программы как раз-таки посвящена томатам, нашим любимым томатам. То, что любят больше всего наши не только садоводы-любители, а абсолютно все. Это точно, это то, что нас всех объединяет. Здравствуйте, уважаемые телезрители, это программа «Академия на грядках». Ну что, мы закончили наш садовый сезон, так сказать, на приусадебном участке Елены Сергеевны и перешли в нашу прекрасную студию. И сегодня мы как раз-таки начинаем цикл передач, который будет посвящен именно томатам или помидорам. Елена Сергеевна, ну конечно, вот вроде бы столько программ посвящено уже томатам, и столько написано, и столько сказано, и столько вы уже и лекции, и всевозможных советов даете. А тем не менее, вопросов-то меньше не становится. Конечно, много. А вопросы самые популярные, вот прежде всего, к вам, Елена Сергеевна, что вы выращиваете? Вот какие вы овощи выращиваете, сортовые или гибридные? Ань, ну мы выращиваем все. И сорта, и гибриды. Вот, допустим, вот посмотри, ох ты. Да его невозможно поднять. Вот это сорт. Сортовой, да? Это сорт, он называется хамстед. Очень многие считают как, что сорта плохо хранятся. Вот он хранится у нас уже, наверное, ну чуть ли не месяц. И посмотри, с ним ничего не делается. То есть сорта тоже бывают разные. Сорта бывают очень хорошие. Ни в коем случае мы не должны все-таки отказываться от сортов. Я должна тебе, Аня, что сказать? Гибрид такой не вырастет большой. Вот это гибрид, который, ну допустим, он весит грамм 500. Сейчас взвешиваю сейчас, сейчас взвешиваю. Ну граммов 500, я думаю, может быть шатисот уже. Но это очень средний. Вот эти гибриды, они вырастают, ой, сорта вырастают примерно на килограммы. Многие наши, да, садоводы, любители показывали хамстед, розовый дар, болгарю розовый. Они бывают по килограмму и бывают и больше. Гибрид такой никогда ни один не вырастет. Елена Сергеевна, ну все-таки вы отдаете предпочтение сортовым или гибридным овощам? Обязательно выращиваем немножечко сортов. Немножко. А в основном, конечно, мы выращиваем гибриды. С ними проще или как? Дело не в том, что проще. Хороших сортов у нас не очень много. Поэтому мы выбираем именно хорошие сорта. В каком отношении? Сорта очень сильно болеют. Бурая пятнистость. Поэтому, когда мы обрабатываем теплицу, когда, допустим, в июле уже вся теплица заболела от бурая пятнистости, обрабатывать не хочется. Все-таки, когда мы обрабатываем, мы обрабатываем ядохимикатами. То есть у нас уже плоды не будут экологически чистые. Поэтому мы выбираем сорта, устойчивые к болезням, особенно к грибным болезням. А таких сортов очень мало. И поэтому, ну зачем нам всю теплицу иметь вот такими крупными плодами? Ведь должны быть плоды и для засолки. И, допустим, вот посмотри, Аня, вот черная сливочка. Это коктейльные томаты. А вот это черное, это что? Вот это вот. Это Наоми. 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 Понимаешь? Вот посмотри. Черные самые сладкие помидоры. Более сладких помидор, чем черные, нет. Поэтому хочется, конечно, хочется иметь разнообразные плоды. Вот посмотрите, вот у нас крупная сливочка. Вот это вот сливочки у нас помельче. Есть желтые, есть оранжевые, есть красные. Должно быть большое разнообразие. Затем дети очень любят черри. Черри это что? Черри это вишенка. Конечно. Вишенка так и есть, что это самые сладкие, растут кистями. Но когда ты мне задала вопрос, гибриды или сорта? Вот. Почему люди боятся гибриды? Вот мы посадили с вами сорт. Вот этот. Так. А он у нас в теплице опылился. То мы прошли, потрясли, то пчелка прилетела. Это уже что получается? На следующий год вы уже не получите вот такой сорт. Вы уже получите гибрид. Но гибрид, который сделали вы сами, он может быть уже не таким хорошим, будет начинает идти израстание. Почему, допустим, говорят? Вот посадили в тот же Хамстед 2-3 года, а он уже не похож на Хамстед. Хамстед уже не тот, что называется. Потому что это гибрид, который сделали вы сами, а вот, допустим, взяли вот такой вот гибрид. Ну, это, конечно, немножечко небольшой, вот, допустим, Эйджин, Барберана, они 200-300 грамм. Но это гибрид, над которым работают селекционеры. Самое главное, чтобы они не болели. Раз гибриды более устойчивые, то, конечно, гибриды надо выращивать преимущественно. Но ведь сортовые хороши тем, что мы можем сами получать семена, я правильно понимаю? Конечно, с сортовых можно взять семена. Если, допустим, они несколько лет не перепылились, ничего не будет. Хорошие. Есть очень большое количество хороших сортов. Но еще чем отличаются у нас гибриды? Если это сорт, неблагоприятное условие. То жарко, то холодно, то низкие температуры, то высокие температуры. А вот эти сорта могут не опылиться. Поэтому гибриды более устойчивы к неблагоприятным условиям. Елена Сергеевна, ну вот все-таки, когда мы говорим о гибридах, сегодня огромное количество, скажем так, новых сортов, новых, так сказать, наименований. И даже вы постоянно говорите какие-то новые названия. Я вот вроде только приняла, что вот у нас есть Фабержея, начала в этом разбираться. Вот только вроде был Черный Принц, а уже, посмотрите, уже Наоми. Уже вы называете вообще какие-то абсолютно новые названия, которые вот, так сказать, вы пробуете, да, и на сорта испытания находятся у вас. Но вот если мы говорим о сортовых помидорах, о сортовых томатах, какие сегодня, ну скажем так, наиболее модные, если так можно сказать? Ну вот, допустим, модные и абсолютно вот все, кто ходит к нам в группу, на занятия, это розовый дар, это типа болгарского, бычьего сердца. Бычье сердце, конечно. Это розовое, крупное, это красная Болгария, хамстет, дамати. Их, допустим, 5-6 сортов, но они заслуживают внимания, потому что они крупноплодные. Елена Сергеевна, ну вот вы сегодня говорите о хамстете, и что-то мне подсказывает, что розовый дар вы уже не выращиваете. Вот, скажем так, что вы выбираете? И почему это хамстет? Это потому что новое что-то, или вот он наиболее устойчив, поэтому вы даете предпочтение? Только мы смотрим на характеристику устойчивую к болезням. Хорошо завязывают плоды, обязательно должны быть вкусные. Вкус тоже, конечно, вкус томата зависит еще от того, как выращивают. Мы же стараемся выращивать на органике с минимальным количеством удобрений, поэтому, естественно, вот эти плоды, которые выращены на органике с нормальными условиями, они будут вкусные. Безусловно. Очень многие любят таранжевые томаты. Это лимончелла. Прекрасно. Лимончелла – это очень высокие, индетерминантные. А сейчас есть вот такие вот полудетерминантные – это фокси. Вот представляешь, вот фокси, которые полудеты завязывают кисточку через один-два листика, какое количество у нас получается урожая. А если мы говорим о круглых, вот, допустим, ну, приятно выращивать розовые томаты. Розовые томаты более сладкие, и поэтому предпочтение многие отдают розовым томатам. Понятно, что семена – это прежде всего. Нужно определиться, да, какие сорта, какие гибриды мы хотим у себя вырастить и получить. Ну, конечно, это рассада, безусловно. 40-45 дней – это потолок. Я думаю, что наши уже телезрители это знают точно, потому что мы неоднократно про это говорили. Ну, и, конечно, это почва, это место, где они будут расти. Как подготовить грядки мы рассказывали в прошлой программе. Это можно зайти посмотреть на сайте actstv.ru. Ну, вот все-таки, вот, допустим, мы вырастили томаты, Елена Сергеевна, но мы должны понимать, во-первых, вот только-только, допустим, мы начинаем, скажем, профессионально выращивать помидоры. Какие, для чего мы должны вырастить? Вот какие-то у нас идут, допустим, салатные, я так понимаю, переработки, да, какие-то на засолку. Расскажите, поделите, что, как вот. Ну, Аня, ну, во-первых, если мы выращиваем черри, черри очень хорошо, любят дети, это, во-первых, в свежем виде. Ну, черри любят и взрослые, я хочу сказать. Да, теперь мы большое количество томатов сушим, вялем. Да вы что, сушите. Вот, для вяленя лучше всего, это подходит сливочка, вот так вот порезали, завялили, вот, можно, как мы, когда вялем, затем масло, пряности, очень хорошо сушится черри. Особенно, я повторяю, это черное, все томаты у нас черное, есть черри, черное. Вот черри, они примерно 10-15 грамм, здесь не попалось ни одно черри. Почему? А разве это не черри? Это считается немножечко не черри. Переросток черри? Нет. Нет? Нет, это коктейльное. Вот это вот немножечко побольше, это коктейльное. Вот, допустим, МОПС считается коктейльным, вот это вот у нас коктейльное, но они еще даже название не имеют. У нас очень много, которые нам дают на сорта испытания. Это номерное, это считается эксклюзив. Вот эти вот все небольшие коктейльные томаты, они желтые, они оранжевые, они красные, они розовые, они имеются всех цветов. Ну, приятно зайти в теплицу и увидеть разнообразие. Абсолютно согласна, Леторгин. С цветами, крупные, средние, с пипочкой, любые сорта у нас имеются. А я вот хочу сказать, вот лично мое, вот, скажем так, такое любимое, да, вот коктейльное как раз я люблю. Мне нравятся. Они, потому что их можно на самом деле и на засолку прекрасно, и в салаты порезать, да, сейчас делать, там добавить зелени, и, пожалуйста, там, половинки, там, черри, да, или коктейльных каких-то, прекрасно вялить. Ну, они, мне кажется, идеальны, вот правда. Аня, ты понимаешь, в чем я делаю? Ну, вот это, конечно, это просто восхищает, потому что, когда я вижу большие овощи... Да, разрезаны на всю семью, тебе хватит или там на томатные... У них вкус другой ведь. Если эти такие более сочные, то эти мясистые все-таки? Это более мясистые. Но я должна сказать на любителей, очень многие говорят, нам вот гибриды нравятся намного больше, что это немножко какие-то пресноватые. Но идеально для томатного сока. Ведь мы все с вами делаем там в томатном соке, мы солим. И раньше, если это делали, допустим, в трехлитровую банку войдет вот такой помидор, солили вот такие крупные в трехлитровых банках. Сейчас в трехлитровых банках никто не солит. Сейчас можно посолить в пол-литровый, в литровые баночки. И вот именно вот такие вот помидорки в томатном соке, именно коктейльные или даже черри. А потом, когда смотришь разнообразие, там, вон, посмотри, взял вот разные розовые. Да, взял, да вот еще темные, посмотрите, но так вот вместе сочетать, это вообще... И желтенькие, и вот коктейльные, оранжевые. Оранжевые, да, оранжевые вообще считаются у нас эксклюзивы, потому что оранжевых пока еще очень мало. Но отличный гибрид для открытого грунта, и если правильно сформировать его, можно даже выращивать и в теплице, это сахара. Сахара. Сахара, она так и называется, как оранжевая, поэтому есть такие прекрасные, новые гибрид, оранжевые, Т-169. Ну, нет пока названия, но есть номер. Да, но он крупный, Т-169, конечно, они крупноватые. Елена Сергеевна, ну, я хочу сказать, что, конечно, вот вы сейчас начали говорить о заготовках уже, как раз накануне я открыла ваш томатный сок, который у меня был. Открою маленький секрет, но это, конечно, удивительный вкус, и вот сейчас я понимаю, что из сортовых преимущественно он готовится. Ну, это, конечно, я не знаю, он настолько то, что не уступает, он превосходит все магазинские и все там какие-то немыслимые томатные соки, потому что, ну, это, вот, я не знаю, консистенция, но все идеально в нем. Вот в нем просто идеально все. А вы сейчас начали говорить о засолке, и я думаю, как красиво сейчас уже у нас за горами Новый год или какое-то торжество, и ты открыл баночку, не трехлитровую, а открыл вот сколько тебе надо на раз. Достал, и вот посмотрите, какое великолепие, ну, потому что если вот есть томаты на столе, помидоры, то это, мне кажется, праздник, это значит праздник. Аня, мне знаешь, даже как говорят, когда мы ходим в гости, надо что-то отнести, мы несем баночку в помидор. Как здорово. Таких гостей, так сказать, приглашают. Это же нигде не купишь. Нигде, абсолютно. Только сам приготовишь, вырастешь, и, конечно, надо все лето не разгибая спины, но мы-то говорим про то, что вот не надо столько силы тратить. Вот как минимизировать, вот об этом, Лена Сергеевна, как раз наши программы. Если, допустим, гибрид или сорт хороший, урожайный, тебе надо посадить 20 кустиков всего. Так вот. Или тебе посадить 100 и иметь урожай намного хуже, намного меньше. Нет, так не хочу, не согласен. Поэтому многие уже, те, кто высаживает действительно хорошие сорта, хорошие гибриды, они постоянно сокращают количество растений. Представь себе, ухаживать или за 100 растениями, или ухаживать за 20 и иметь один и тот же урожай. Ну и, конечно, кто-то скажет, ой, ну что, я буду садить, там можно что-то и купить. На самом деле, конечно, вот такое разнообразие, вот купить, это тоже и затратно и так далее. Но вырастить своими руками, экологически чистые, ну что может быть приятнее? Ну и, конечно, выбрать прежде всего качественные семена. Ну, для того, чтобы вырастить помидоры, надо правильно вырастить рассаду. Сейчас о рассаде говорить рано. Рановато. Сейчас мы готовим только семена. У нас еще будут с тобой передачи, и как землю приготовить, и когда рассаду начнем выращивать. Любые семена можно испортить неправильной агротехникой. Поэтому мы будем учиться. Мы будем учиться, потому что действительно вопросы все равно возникают. А вот почему, вроде бы, я вот купила семена у соседей, такие же, у них растут, а у меня не получилось. Вот у меня семена бракованные. Да не семена бракованные, а просто потому, что вот что-то где-то пошло не так. Как этого избежать, мы обязательно, конечно же, будем рассказывать в наших передачах. Такой вот у нас цикл передач о томатах начался сегодня с первой, такой вот вступительной, не побоюсь этого слова, лекции, Елена Сергеевна, практически так. А вот к слову о лекциях, уже 11 ноября во Дворце культуры «Нефтехимик» состоится первая лекция Елены Сергеевны. Вообще, вход, пожалуйста, приходите, ангарчане все, а иркутяне смогут уже послушать лекцию 12 ноября, Елена Сергеевна. 12-го в Музее истории города. Ну, конечно, а самая первая состоит в Слюдянке? Самая первая будет в Слюдянке. В Слюдянке. Город на Байкале. 5 ноября. 5 ноября в 10 утра в здании администрации. Администрации Слюдянки, города Слюдянка. Насыщенная программа у вас, я хочу сказать. Насыщенная, невероятная. Ну и, конечно, все ваши вопросы, пожелания, рекомендации вы тоже можете отправлять и в телеграм-канал Елене Сергеевне, которая так и называется, Елена Сергеевна Целютина. Ну и, конечно, Вайбер, Академия Нагрядка, группа. Да, да. Ну и звоните, пишите к нам в редакцию. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. До свидания, уважаемые садоводы-любители. Ждите нас на передаче Академии Нагрядки, телекомпания «Актиз». Спасибо вам большое, Елена Сергеевна. Спасибо. Спасибо, уважаемые телезрители. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!